Микс Ньюс Добрый вечер всем любителям кино Олег Пеков в студии сегодня Ну, к сожалению, буду я один В этой студии развлекать вас Рассказами о кино, о новостях И новых фильмах Ну, надеюсь, что на следующей неделе Гости придут, мы поговорим Кстати, о тех премьерах, которые можно будет Посмотреть в Доме Москвы Там сейчас намечается сразу Несколько интересных премьер Причем не только российских фильмов Но и голливудских Так что очень много интересного Ну, и, конечно, поговорим о текущем репертуаре О тех фильмах, которые Должны появиться на этой неделе Я хочу сказать, что Периодически происходит так Что картины Выходят какие-то большие Глобальные, и понятно, что Затем наступает какое-то Ну, не то чтобы затишье, но Некоторая пауза Ну, большие премьеры Они как бы, чтобы Не наступали друг другу на пятки Но, тем не менее, вот После выхода «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино Девятый, предпоследний, как мы надеемся, все-таки Еще будет фильм Квентина Тарантино Естественно, таких вот больших премьер не было Но, тем не менее, есть несколько новых фильмов Которые выйдут на этой неделе Ну, и я хотел бы о них рассказать Одна из этих картин Она адресована абсолютно Вот на детскую аудиторию Более того, на тех, кто любит Старую добрую игру Angry Birds И это Сиквел картины, которая в свое время Ну, пару лет назад вышла С достаточно большим успехом В американском прокате Вот мы еще дойдем До американского проката Показала она себя, может быть, не очень хорошо На премьере Ну, и многие объясняют это тем, что Ну, во-первых, все-таки уже выросло новое поколение Зрителей, для которых эта игра Может быть, менее интересно, занимательно Они уже не играли в эту игру Ну, и, возможно, все-таки Сиквел получился, ну, немножечко повторяющий оригинал Но, тем не менее, вот Angry Birds в кино 2 Можно будет посмотреть Анимационная картина Я напомню, что в первой картине Они сражались птички с зелеными свиньями Ну, а теперь у них появился новый враг Пожалуй, самая главная премьера Большая такая, любопытная, интересная Это триллер «Ангел мой» Фильм представляет собой Такой классический триллер Причем, я бы сказал, психологический В котором достигается этот эффект Как когда трилл, вот именно что Люди начинают переживать и бояться Достигается именно таким реалистичным погружением в сюжет Прекрасный актерский здесь ансамбль Играет Нуми Рапас Это актриса скандинавская, по-моему, шведская Которая сделала себе именно шведской версии Девушка с татуировкой дракона Были три картины, которые очень ярко выстрелили С ее участием Затем она переехала в Голливуд Она снималась, кстати, в фильме Гая Ричи про Шерлока Холмса Были у нее еще ряд картин Фантастические Фильм Ридли Скотта Связанный с историей чужих Вот эта картина «Ангел мой» Показывает, конечно, Нуми Рапас Как психологическую актрису Драматическую актрису После тяжелого развода Главная героиня в исполнении Нуми Рапас Она периодически только видится с сыном У нее сына забирает бывший муж Люк Эванс Она знакомится через своего сына Который учится в школе С девочкой и ее родителями И эта девочка напоминает ей погибшую при пожаре дочь И вот эта история становится навязчивой, одержимой Здесь, может быть, виной лекарства Которые она принимала Из-за депрессии, связанной с разводом Может быть, какие-то еще факторы Которые сложились все вместе Но обычная, милая, интеллигентная женщина Внезапно становится такой страшной психопаткой Которая одержима маленькой девочкой Будучи уверенной абсолютно Что это реинкарнация воплощения ее дочери И она начинает вмешиваться в чужую жизнь В чужую семью Пугая их своей какой-то вот именно этой одержимостью И фильм, ну, мне кажется, для любителей Такого классического триллера Триллера, который действует на нас Именно потому, что в него веришь То есть это, в принципе, драматическая картина Такая очень сочная, хорошо поставленная драма И в то же время, вот в какой-то момент Она начинает развиваться совершенно стремительно Заставляя вот нас испытать вот именно шок и испуг И другой, кстати, тоже, я бы сказал Ну, с элементами триллера, но тоже драматический фильм Это картина после свадьбы Здесь, может быть, больше драмы Но есть тоже тайна, которая будет интриговать вас Главную роль в этой картине играет Мишель Уильямс Актриса очень многообещающая, яркая Она была, ну, супругой, по-моему, гражданской все-таки Женой Хита Леджера И растет ребенка, вот погибшего Американского актера Который сыграл в фильме «Бэтмен» Джокера, роль Джокера И получил за это посмертную уже премию «Оскар» Мишель Уильямс играет женщину Достаточно молодую, которая живет в Индии И занимается делами приюта, благотворительностью В какой-то момент заканчиваются деньги И необходимо искать спонсоров, которых она надеется найти в Америке Приехав в Америку, она ознакомится с обеспеченной, богатой женщиной Возглавляющей многомиллионную корпорацию И эта женщина готова пожертвовать ей совершенно астрономическую сумму Ну, 20 миллионов долларов Их встреча, вроде бы, в Нью-Йорке проходит успешно Но все идет не так Когда Изабель случайно встречает ее мужа И вот у нее с этим мужем было прошлое И вот появляется здесь элемент любовного треугольника И суммы, которая может стать практически, может быть, отступными За то, чтобы она исчезла из их жизни Такая драма, которая, я думаю, тоже наверняка привлечет Ну, зрителей постарше То есть это, конечно, такая картина возрастная И для тех, кто любит апокалиптические фильмы Пугающий триллер, я бы сказал, тоже с элементами фантастики Фильм, интересно, что в этой картине сыграл И снял эту картину Младший брат Бена Аффлека Кейси Аффлек Который, в принципе, достаточно сейчас громко о себе заявляет И, в принципе, может быть, даже затмевает потихонечку своего старшего брата Фильм «Смерт моей жизни» рассказывает о таком апокалиптическом будущем Когда в результате масштабной эпидемии умирают все женщины мира Чем-то, кстати, напоминает мне завязка в фильм «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона, если вы помните Там тоже была похожая ситуация Просто не рождались дети И в этой картине Вот главный герой этой картины Пытается на протяжении нескольких лет Скрывать свою дочь Только в мужском мире Вот «It's a man's 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 world» Как пелось в одной такой блюзовой песне Здесь очень нагнетается атмосфера Заботливого отца Который безумно любит свою дочь Который любил свою жену Которая вот умерла от этой жуткой эпидемии И буквально вот перед смертью Он дает ей клятву Что он всю свою жизнь посвятит тому Чтобы оградить дочь от каких-то угроз и опасностей И практически вот приходится ему отправиться в бега Поскольку ему нужно выдавать свою дочь за мальчика А по его следам идут какие-то неизвестные люди Которые хотят заполучить единственную практически девочку Представительницу женского пола Которую не тронул вирус Ему нужно будет отбиваться Ему нужно будет вскрывать этого ребенка То есть это картина Которая показывает Доводит до гипертрофированного состояния Отцовские чувства Его страх Его тревогу за своего ребенка Это все очень хорошо показано в этой картине Это яркий такой Я бы сказал Очень момент И конечно Кейси Эффлек Блестяще сыграл Также в этой картине вот Элизабет Мосс Она сыграла его жену во флэшбеках Тоже очень неплохо Но лавры вот у критиков Просто с ней скала исполнительница главной роли Это Анна Пневски Актриса, которая вот сейчас тоже прочит большое будущее Такая юная хрупкая девочка Вот она действительно сумела сыграть Очень и очень сложную драматическую роль Так что вот смотрите Четыре премьеры на этой неделе Которые в принципе будут пытаться Каким-то образом конкурировать за внимание зрителей Причем ну я бы сказал Что по-моему уже вот Angry Birds Они появлялись на предварительных сеансах Ну такие были достаточно показы Которые считаются только пока еще предварительными Но тем не менее вот фильм уже можно было посмотреть А остальные три картины Они полностью еще находятся Их никто не видел И вот если говорить про новости кино Мы с нетерпением конечно все ждем Нового Джеймса Бонда Сейчас по-моему еще продолжаются съемки Они действительно продолжаются Достаточно драматично Потому что то во время пробежки Дэниел Крейг повредил лодыжку И на две недели были съемки остановлены То там какие-то пожары Сгорели декорации То были еще какие-то вот всевозможные сложности Не говоря уже о том Что не было законченного сценария Его все время переписывали И актеры нервничали Потому что они не понимали Чем закончится фильм Все время переписывались ключевые сцены То есть это очень всегда затратный метод Снимать кино без готового сценария Но теперь хотя бы этот фильм получил Официальное название Название этого фильма No Time to Die Которое можно перевести Или нет времени умирать Или умирать не время То есть дескать умереть в крайнем случае Но во всяком случае Эта картина сейчас получив официальное название Получила уже первый тизер И стало известно Что премьера картины Будет назначена на 3 апреля следующего года И 8 числа Это будет 3 в Великобритании В Лондоне А 8 числа фильм выйдет На американские экраны И где-то вот сразу после этого Может быть в одно время Состоится ряд европейских премьер Пока я нигде не видел Упоминания Латвии И вот если зайти на списки Пока что я не вижу Его вот в планах будущего года Но наверняка эти планы Вот сейчас уже составляются И в любом случае После сразу после 8 числа Я думаю Мы эту картину Сможем посмотреть Очевидно Ну А нет я вру Уже появились Сегодня просто Сегодня были дополнены Сегодня в планах Уже 8 числа В кинотеатрах И нашего города Так что смотрите Фильм уже Уже поставлен в планы Ну и Если говорить про Еще какие-то вот Заманушки Которыми нас Пытаются подразнить Это новый трейлер Пятого Рэмбо Который называется Последняя кровь Это название ироничное Потому что Первый фильм Назывался Первая кровь Причем даже без Рэмбо В заголовке Просто First Blood И замечу Что эта картина Была экранизацией Романа Романа О ветеране Вьетнама Который возвращается В Америку И пытается найти Своего боевого товарища Который Погиб или умер И приезжает В городок Где честно говоря Ему не очень-то рады И у него происходит Столкновение С местными Властями И в результате Вот каких-то таких Ну вот Рокового стечения Обстоятельств Он Буквально Ставит весь Город на уши Оказывает сопротивление И вспомнив Свои вот Боевые навыки Превращается В машину Для убийства Первый Кстати интересно Естественно что и роман И сценарий Этой картины Должен был закончиться Смертью Джона Рэмбо Однако Сильвестер Сталлоне Очень прозорливо Решил Сделать Альтернативную Версию И действительно Они оставили В фильме Хотя Суть гуляет По интернету Можно найти Концовку Альтернативную Где Рэмбо Погибает Но на самом деле Он остается в живых И абсолютно правильно Они сделали Ну с точки зрения Бизнеса Потому что картина Имела большой успех Через три года Вышел фильм Рэмбо Первая Кровь уже часть Вторая Где он воевал Во Вьетнаме В третьей части Он воевал В Афганистане Фильм кстати Получился самым слабым И получил пять номинаций На золотую малину Но Сейчас Вот вышла Уже пятая Картина Ну должна выйти Она выйдет 20 сентября И В этой картине Уже постаревший Конечно Сильвестер Сталлоне Он собирается Ну Практически выйти На заслуженный отдых Живет На ранчо В Аризоне И ведет Тихую мирную жизнь У него Появляются друзья Его Как бы Спутница Компаньонка У которой Есть дочь И Эту дочку Он любит Как свою собственную дочь Но Девушка Хочет найти Своего Настоящего Биологического отца И Сбегает из дома В Мексику А в Мексике Она попадает В руки Наркокартеля Который занимается Торговлей Женщинами Оказанием Сексуальных услуг Что они успели Уложить Эту историю Очень насыщенно Картина Выдет 20 сентября В Америке Я думаю Что у нас Тоже она Появится Так что Если хотите Увидеть Завершение Истории Рэмбо Обязательно Обратите на нее Внимание Ну а мы Сделаем Небольшой Перерыв После чего Вернемся С программой Синема Продолжается Программа Синема Давайте с вами Заглянем В бокс-офис Я всегда Очень люблю Ну вот Подсчитывать Деньги Хотя Знаете Ведь это Мне кажется Ну конечно Не показатель Успеха Есть удивительный Парадокс Вот например Если мы возьмем Квентина Тарантино Я с удивлением Узнал что Фильм его Однажды в Голливуде Стал всего лишь Третьей картиной За всю карьеру Тарантино Который сумел Пересечь Сто-миллионный рубеж То есть Ну если там Вспомнить Что там Какие мстители Там мстители Финал Собрали почти Три миллиарда Долларов То кажется Ну как-то Совершенно Несопоставимым Вроде бы Сборы Тарантиновского Кино Хотя вот Мне кажется Что фильмы Тарантино Останутся А вот Все вот такое Развлекательное кино Посмотрели И забыли Ну вот В частности Если говорить О фильмах Тарантино То сумели Пересечь Сто-миллионную Отметку Всего лишь Три фильма Джанга Освобожденный Он собрал Сто-162 Это я напомню Только в Северной Америке И Бесславные Ублюдки Сто-двадцать Миллионов Долларов Сейчас Вот на Третьей Неделе Новый фильм Твентина Тарантино Сумел преодолеть Сто-миллионную Планку И собрал Сто с половиной Миллиона Долларов Ну Зато Действительно Эта Картина Сейчас Не только В Америке Ну вот Уже четвертую Она неделю В Америке Но она Пока вот В десятке Находится На первом месте Американцы Выбрали Фильм Good Boys Хорошие мальчики Картина вышла И у нас В Латвии Фильм Очень Ну Смешной Интересный Она рассказывает О четырех друзьях Двенадцатилетнего возраста Которые решили Прогулять школу В поисках Приключений И Фильм Достаточно Такой Ну Я бы сказал Не совсем Детский С Такими Взрослыми Шуточками И юмором Ну И в результате Вот он Пришелся По вкусу В Америке Собрал Двадцать Один с половиной Миллион Миллионов Долларов И он оказался На первом месте На втором месте Форсаж Хоббс и Шоу Эта картина Уже сумела Собрать Сто тридцать Три миллиона Долларов На третьем месте Король Лев Это Одна из Таких Успешных Попыток Перезапуска Популярного Сюжета Основанного Ну На классическом Диснеевском мультфильме Дисней сделал Ну Практически Оцифрованную Компьютерную Версию Ремейк Ну И Народ Пошел Посмотрел Только на пятом месте Angry Birds В кино Вторая часть Это Ну Честно говоря Не очень хороший Был результат На шестом месте Страшные истории Рассказанные В темноте Ну Это В принципе Для фильма Ужасов С небольшим Бюджетом Хороший Результат Ну И вот Где-то Ближе К концу Десятки Это Однажды В Голливуде Замечу Что у нас В Латвии Фильм Однажды В Голливуде Сумел Показать себя Весьма Весьма Неплохо На первой Неделе Его посетили Пять с половиной Тысяч Зрителей Сейчас Даже Начали указывать Сборы В евро Его сборы Составили Сорок шесть С половиной Тысяч Евро Вот Ну На втором месте Форсаж Он потерял Шестьдесят семь процентов По сравнению С прошлой неделей Ну понятно Что его Немножко потеснил Тарантино Фильмы Слегка похожие Хотя конечно Форсажи Больше погонь Перестрелок Взрывов И так далее На третьем месте Семейное кино Король Лев И у нас В Латвии Он потерял Тоже Шестьдесят процентов Но тем не менее Показывает себя Вполне Неплохо Король Лев Семейное кино Тысяч Зрителей Это в принципе Великолепнейший Результат На четвертом месте Вот Angry Birds Они стартовали Пока вот На предварительных Показах На пятом месте Вот Хорошие мальчики Картина у нас Не выбилась В лидеры Затем Опять Семейное кино Это История игрушек Четвертая часть И На седьмом месте У нас Страшные истории Рассказанные в темноте Ну Есть еще несколько Ужасников Есть в этом списке И фильм Повороте Который кстати Выйдя на экраны Как-то Совершенно Не Это документальный фильм О знаменитом Великом теноре Но Но вот Эта картина Как-то Не оказала Большого Впечатления Не произвела Впечатления На зрителей Интересно Что до сих пор Можно посмотреть Музыкальную трилогию Фильмов Если вы Поставите Своей целью Богемская Рапсодия Она еще до сих пор Идет в прокате Это самый посещаемый Фильм 100 тысяч зрителей 616 тысяч евро Фильм Рокетмен Про Элтона Джона Первый был Про группу Квинн Рокетмен Я боюсь Что вот-вот Исчезнет Из проката Поэтому Поспешите Поторопитесь Его посмотреть И Yesterday Вчера Это картина Которая Основана На музыке Битлз На фантастическом Допущении Что Музыку Битлз Забыли люди Единственный человек На свете Который помнит Эти песни Может стать Миллионером Ну Такая интересная история Тоже Вот все эти три картины Такая музыкальная трилогия Сейчас идут В нашем прокате Бывает очень часто Я сам сталкивался Когда мне звонили Например Чуть ли не среди ночи Будили Спрашивали Ты не мог бы вспомнить Название фильма Где Там Мужчина Попав в тюрьму Сбегает из нее И вот Очень смешно Когда люди пытаются По сюжету Определить Название фильма Найти Найти фильм По сюжету И Российский Поисковик Яндекс Решил попробовать Так сказать Подвести итоги И очень смешно Смешные получились вещи Ну Действительно Были Фильмы Которые Например Русская мелодрама Где герой в конце Умирает на руках Фильм Триллер Где женщина С помощью сумки Знакомилась с женщинами И убивала Были Значит Запросы Фильм ужасов Где в лесу Всякие маленькие Домики призраков Очень смешно Сформулированный Фильм про человека Который пробежал Всю Америку Это например Форест Гамп Действительно Вот сейчас Это гуляет По интернету Вот вместо Названия фильма Это описание Вклеивается В афишу Картины И если вы Погуглите Я думаю Что вы найдете Или по Яндексите Найдете обязательно Вот эти все Запросы Действительно Сейчас поисковики Помогают нам Не только Найти кино По запросу Но иногда Предлагая фильмы Предлагая подборки Фильмов По вашему вкусу Так что То что раньше Считалось Ну уделом Кинокритиков Вот именно Они вершат Судьбы картины Они ставят Рейтинги Ставят звездочки Сейчас это все Уходит в руки Простых людей Существуют агрегаторы Зрительских Оценок И там можно Найти Кино Если Например Вы отмечаете Фильмы Которые вам Нравятся То в дальнейшем Вам будут Предлагать Вот аналогичное Тому же кино Очень интересно Провели еще Интересный опрос В России Попытались выяснить Какие фильмы Хотят смотреть Российские зрители И оказалось Что 27 процентов Любят фильмы О войне 26 процентов Отдают предпочтение Мультикам Или сказкам 83 процента Это больше всего Интересуется Своими Отечественными Российскими Кинопроектами Ну и Интересно Что фильмы О войне Обходят Даже по популярности Комедии Которые считаются Самым популярным Жанром Но впрочем Вот если Брать Узкие Возрастные Группы Например У молодежи Действительно Комедия 42 процента Опрошенных Выбрали именно Этот жанр О фильме О войне Ну не пользуются Таким уж Большим Спросом Еще из новостей Вот с самого Последнего времени Буквально Сегодня утром Прочитал И порадовался О том Что Собираются Снимать Четвертую Матрицу Ну История Пока Еще Немножечко Неясная Потому что Стало известно Что Киану Рипс Вернется К роли Нео Он сыграет Главную роль Кэрри Эн Мосс Снова сыграет Тринити Однако Судя по всему Не будет Лоуренса Фишборна В роли Морфеуса Я не знаю По какой причине Или сам актер Отказался Или решили Его заменить Более молодым Актером Но Пока Вот Информация Такова Будет снимать Картину Лана Вачовски Ну Здесь опять Очень смешная История Я все время напоминаю Что когда Снималась Первая Матрица Это были еще Братья Вачовски Ларри и Энди Вачовски Затем Оба брата Сделали Операции По смене пола И стали Двумя сестрами И На сегодняшний момент Только одна Из этих сестер Именно Лана Вачовски Указана Как Режиссер Картины Именно она Будет снимать фильм Она же Пишет сценарий И Все это Будут Ставить На студии Уорнер Бразерс Во всяком случае Сейчас Уже Объявлено Официально Что Согласились Актеры Ну и Глава Вот Уорнер Бразерс Пикчерс Групп Тоби Эмерих Объявил О том Что запускается Фильм В производство И Ну заявил о том Что Конечно Для этой кино Для киностудии Уорнер Бразерс Это Очень Очень Важный момент Потому что Сейчас Когда Дисней Практически Захватил Весь рынок И Даже большую часть Кинорынка Стараются В студии Перетряхнуть Все свои Закрома В поисках Такого-то Безупречного Хита И я напомню Что Первая Матрица Которая вышла В 99 Году Была Фантастическим Совершенно Конечно Событием Я помню Просто Какое впечатление Произвел Первый просмотр Фильма Насколько Люди шли По нескольку Раз смотрели Насколько Это была Революция В кино Конечно В 2003 Году Матрица Перезагрузки Матрица Революция Мне понравились Вот честно Скажу Меньше Мне показалось Что это уже Была такая Больше Спекуляция На Оригинальном Фильме Ну Меньше Меня тронуло Хотя Вот все Три картины Собрали Больше Чем Полтора Миллиарда Долларов В мировом Прокате Понятно Что Сейчас Перед лицом Такой Большой Конкуренции За зрителя Студия Warner Brothers Будет Очень рада И довольна Тому Что В их руках Появился Проект Который Может Заинтриговать Завлечь Зрителя И вообще Сейчас Все пытаются Считать Деньги Например Дисней И Сони Не могли Поделить Человека Паука Ну то есть Сони Решили Отказаться От Поскольку Делили Делили Доходы 50 на 50 Но вот сейчас Судя по всему Кенов Марвел Не будет Участвовать В Производстве Дальнейших Фильмов И Очевидно Сони Будет Выпускать Отдельные Фильмы Про Человека Паука И он Исчезнет Из киновселенной Марвел То есть Его не будет Среди других Супергероев Для поклонников Может быть Комиксов Это печальное Событие Но вот для Я понимаю Студийных Чиновников Это просто Способ Не отдав Ну Все денежки Получить самим И не делиться Ни с кем Ну И еще Буквально Вот Сегодня Стало известно О том Что Европейская Киноакадемия Объявила Лонг-лист Номинантов На премию European Film Awards В категории Лучший игровой фильм Я специально посмотрел Там по-моему 46 картин Приятно Что некоторые Из них Мы посмотрели В частности Фильм Альма Довара Боли кровь По-моему С Антонио Бандерасом И с Пенелопой Круз Можно было посмотреть Вот С Плендед Палас Фильм Франсуа Азона Новый фильм О педофилии В церкви Католической церкви Также шел На наших экранах Ну То есть Получается Что Ну Не все конечно Но какие-то Отдельные картины Из этого списка У нас уже Были В прокате Россияне могут гордиться Сразу два фильма Из России Дылда Кантемира Балагова И Подбросы Ивана Твердовского Попали В этот список Из 46 Латвийских фильмов В этом списке нет Но Шорт-лист Огласят 9 ноября Очевидно Там будет уже Гораздо меньше Фильмов А сама церемония Пройдет в Берлине Она По-моему Каждый второй год Проходит в Берлине А Через год Она проходит В каком-то из Европейских городов И кстати Вот Рига Имела честь Принимать Как раз Кинематографистов Европы В Один из прошлых Одна из прошлых Церемоний Вручения наград Проходила у нас Ну вот Будем ждать 7 ноября 7 декабря А уже 9 ноября Станет ясно Примерно Кто Будет Кто будет Претендовать На эту награду Уже такой будет В коротком списке Ну и Наверное Последнее О чем Я расскажу Сегодня Буквально Через Не на этой неделе А через неделю Выйдет фильм Падение Ангела Эта картина Продолжает Серию фильмов Падения Олимпа Я не помню Как он назывался Второй фильм Джеральд Баттлер Играет Как всегда В телохранителя Американского Президента Морган Фриман Играет По-моему Как раз таки В президента Америки И В этой картине В результате Неудавшегося Покушения Телохранителя Подставляют И ему Придется Пытаться Скрываться От правосудия От преступников И попутно Выяснить Кто же его Подставил Кто хочет Убить Президента Америки Это уже Третий фильм Из такой Целой серии Целая франшиза Картина Скажем так Среднебюджетная И Первый фильм Может быть Был Более-менее Любопытный Второй Честно говоря Мне показался Уже клишированным Но тем не менее Картина Третья Выйдет Совсем скоро Через неделю Так что Будем надеяться Что поклонники Данного жанра Смогут Получить удовольствие Ну а я буду Уже с вами прощаться Огромное спасибо За внимание Хороших фильмов И до встречи Через неделю С вами был Олег Пек